Ну что, беремся за яйца. Я сейчас покажу более простой вариант тебе. Ну, мне сейчас, видишь, нужен помидор. Помидор, когда готовишь деликатно, надо очистить от кожицы. Вот у меня бурлит вода, я в него опускаю помидор. Важно его не передержать. Значит, холодная вода, чтобы остудить помидор. Кожа, чтобы отошла, да? Испытал шок. Ну, вот все. Так, холодная вода. Да, я его должен искупать в холодной воде. И в холодной же воде его прямо удобно почистить. Ничего не давится, форма остается у помидора. Кожицу вообще у помидоров я не люблю, потому что она всегда пытается приставать к небу. Да, мы. Да, и надо, знаешь, как-то ее там делать какие-то такие цыкающие, сытые движения. Да, которые не так могут быть восприняты. Голый помидор. И сейчас мы с ним тоже деликатно. И даже цвет, цвет как соотносится с цветом помидора. Я с ним деликатно. Вот так. Вообще, говорю, деликатное использование помидора, оно всегда предполагает неиспользование семян. Мне сейчас надо удалить семянную коробочку. Удаление семянной коробочки. Вот это помидорное мясо, это самое крутое, самое ценное, что есть в помидоре. А вот эти семена, это второй соус? Это можно куда-нибудь использовать, конечно, в какой-нибудь соус там сделать. Семена, знаешь, тоже не очень хорошие вещи помидоров. Они тоже попадают между зубами там у людей. Да, приходится цыкать. Понятно, что для салата особо так не будешь делать. Вот, нарубил помидоры, да и съешь себе салатом. Со сметанкой. Теперь я помидоры нарежу кубиками. Самая ценная часть помидор. А дай-ка мне тимьян. Дай-ка мне, Женя, тимьян. Вот и ты пригодился. От тебя польза какая-то будет. Да, я подумал, что тимьян будет хорошо. Вот, спасибо. Значит, смотри, вот чашечки. Пошло-то у нас будет в чашках. Такие кофейные чашечки, да? Кофейные чашки без базара, да. Давай я сейчас сделаю по-разному. По-разному сконфигурирую эти чашечки. По-разному сделаю. В одну чашечку я помидор положу на дно. Вот так, видишь? И приправлю его тимьяном. То есть тимьян должен быть в соприкосновении с помидорами? Да, да. В первую очередь. Он очень удачно соприкасается с помидорами. Естественно, немного соли. Чуть-чуть. И шматочек сливочного масла на помидор. Это очень важно. Вот такой небольшой. А теперь сюда выбивается яйцо. Жуток не разбить. Жуток не разбить. И теперь капельку сливок еще наверх. Набор продуктов идеальный. Лишнего нет ничего. Вот так сливки. А здесь я сделаю по-другому. Здесь я немножко дам тоже... Здесь вначале масло. Вначале масло. Потом яйцо. Потом яйцо. Можно по-разному делать. Ага, ага. То есть либо помидоры внизу, либо вверху. Да. Потом яйцо. А потом можно задать вопрос. А потом мы закроем это все вот так помидорами. Защитим яйцо. Да. Тоже немножко веточек, листиков тимьяна сюда. И сверху соль. Соль, да. На помидоры достаточно. И сверху опять... Сливки. Опять сливки. Сливки. Ну вот, собственно, и вся история. Теперь я нальюсь до горячей воды, вот в такой противень с бортиками. Так называемая водяная баня. Да? Ага. Ставлю эти чашечки... На баню. Угу. Все, и в духовку градусов 130. Угу. Открывай. Открываем. И они пошли в духовку. И на верхнюю полку. Все. 130 градусов. Ждем пока яйца, когда яйца приготовятся. Ну что? Готово? Готово. А маслица как голова, видишь, как красиво? Ага. Желтые пятна. И вот так, девчонки, несешь. Ты посмотри, как она будет счастлива, а? Да. Вот это. Можно сделать так, можно так, можно по-разному сделать. Ну, себе это тоже надо сделать, понимаешь как? Итак, как тебе мои помидоры? Вот так вот. Спасибо, шеф. Ну, Марк, нет базара. Мы пошли. С яйцами. С яйцами. С яйцами. С яйцами. С яйцами. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok